На Северокавказской магистрали проходит месячник «Безопасная железная дорога». Организованы мероприятия, направленные на профилактику травматизма среди детей, предупреждения правонарушений на объектах железнодорожного транспорта. Актуальности месячнику придает начало нового учебного года. Расскажем об этом в ближайшие 10 минут. С вами программа «Ритм дороги» в студии Эдуард Раткевич. Остановочная площадка проспекта «Ктября» находится в черте города на улице Нансена. Кроме жилых домов и магазинов, неподалеку располагаются школы, Донской государственный технический университет, офисные здания. Пешеходный переход через железную дорогу здесь достаточно оживленный. Обустроен он в соответствии со всеми техническими требованиями безопасности. Светофоры, звуковые сигналы, ограждения, яркие знаки, которые видны задолго до приближения к переходу. Ну, я просто опаздывал, а поезд был далеко, и я решил перейти. Вот так оправдываются правонарушители на железнодорожных переходах. Перебегают пути на красный свет, не замечают приближение поезда, игнорируют правила безопасности. Не смущают предупреждения ни взрослых людей, ни школьников. Зачастую молодые люди надевают наушники и даже не слышат предупреждающего сигнала. Железная дорога, правоохранительные органы проводят колоссальную работу по предупреждению травматизма. Только в этом году за прошедший период времени структурными подразделениями полигона Северокавказской дороги было направлено более 9 тысяч памяток, обращений на предприятия, в школы, в учебные заведения. Вывешено более полутора тысяч знаков, плакатов на всей территории железной дороги. Регулярно проводятся лекции, беседы, показываются фильмы. Все, что можем, мы стараемся делать. Бегу за людьми, так как все время приходится на перегонах бежать, они убегают, еще бывает. И все время их ловим, штрафуем, проводим профилактическую беседу, доставляем в отдел. Ну, как все, как положено. У нас ежемесячно, даже ежеквартально ведется анализ по детскому травматизму. И мы ведем непосредственную борьбу с этим, потому что случаи как бы есть, и с этим надо бороться. Но перебегать железнодорожные пути на красный свет жители по-прежнему не боятся. Штрафов не предусмотрено. Заплатить 100 рублей смельчаку придется разве что за переход в неположенном месте. Эффективность этой меры под большим вопросом, ведь только за день на одном участке инспекторы ловят более 40 нарушителей. Нужно менять законодательство наше российское, ужесточать штрафы, давать более обширные полномочия не только правоохранительным органам, но и органам железной дороги, чтобы они могли в свою очередь применять административные меры к нарушителям. На этом пешеходном переходе мы увидели, что у нас под запрещающие показания светофора молодые люди переходят, не обращая внимания на сигнал в наушниках, не учитывают показания запрещающие светофора, мотивируя тем, что мы поезда не видим, он далеко, мы успеем перейти. А пока, чтобы предупредить беду, в этом году сотрудники СКЖД распространили более 9 тысяч памяток и обращений на предприятия и учебные заведения. Более полутора тысяч знаков и плакатов повесили на всей территории железной дороги. В школах специалисты ведут уроки безопасности, чтобы подростки знали, как правильно вести себя вблизи железной магистрали и переходить пути. Нельзя наступать на рельсы, надо переступать. Железнодорожные пути нужно переходить только в отведенном для этого месте. Правильный цвет для пешеходов зеленый. После сигнального звонка двигаться вперед запрещено. А во время прохождения поезда разрешено находиться только в огороженной части перехода. Во время месячника безопасная железная дорога учащиеся Ростовского на Дону железнодорожного техникума пришли на экскурсию в технический класс тренажер моторвагонного депо Ростов. Подросткам показали и рассказали много интересного о работе рельсовых автобусов и напомнили о том, что переход путей в наушниках и капюшонах, а также любые способы проведения досуга на территории железной дороги опасны для жизни и недопустимы. Что и как работает, показывают в техническом классе тренажере. Вагон рельсового автобуса поделен на две части. В одной технический класс с проектором, где идет просмотр учебных фильмов, в другой тренажер и наглядные материалы. Он создан на базе рельсового автобуса. Побыть на месте машиниста сегодня разрешают учащимся Ростовского на Дону железнодорожного техникума. Здесь же знакомят с деталями двигателя и тормозной системы, в натуральную величину и в разрезе. В компьютере фильмы учебные по рельсовому автобусу, по безопасности движения. Также большое внимание уделено охране труда. Также имеются слайды, фотографии, схемы узлов. Есть 3D-анимация. Можно посмотреть, как узел этот разобрать, собрать. Готов, чтобы поехать. Проверяю двери закрытия. Арик Макартычан поступил в техникум в этом году. Пока учится на помощника машиниста и осваивает ремонт подвижного состава. Вообще мне тренажер понравился. Хочется, ну, это наталкивает на то, чтобы продолжать свою учебу и стать в конце концов машинистом. И что самое главное, что ты будешь полезным своему, своей родине. У меня отец работал на железной дороге. Потом мы переехали с Владивостока в Ростов и теперь тут мы с братом пошли учиться в этот техникум на машинистов. Тренажерный комплекс предназначен в первую очередь для обучения и совершенствования навыков локомотивных бригад рельсовых автобусов и тепловозов. Частые гости здесь также школьники и студенты. Студенты – это в первую очередь молодое пополнение, наша смена, которые закончат учебное заведение. Многие из них придут также и в это депо, как и в многие другие. И непосредственно, учась в училище, в техникуме, в колледже, они могут здесь все это посмотреть вживую, воочию, не только в книжках. Наши двери открыты для всех. Сейчас у меня здесь техникума, первый курс. На следующей неделе будут у нас школьники, которые тоже самое будут смотреть тренажер, приобщаться к железнодорожному транспорту. И мы, естественно, будем рассказывать о той опасности, которая их подстерегает на железнодорожных путях. Для учащихся организовали экскурсию в мотор-вагонное депо не случайно. 18 несовершеннолетних травмированы на северо-кавказской железной дороге в этом году. Для работников магистрали молодежные увлечения с зацепингом и селфи на вагонах – настоящая проблема. Подростки беспечно относятся к своей безопасности. Призвать их к осторожности решили экскурсиями и просветительскими лекциями. 18 несовершеннолетних травмировано уже в этом году, 7 от наезда, 11 от травмирования электротоком. Это сейчас новомодные понятия селфи, зацепинг и так далее, которые, подогревая кровь себе, люди молодые занимаются и, естественно, приводят к таким последствиям. И в рамках вот этих мероприятий, чтобы мы довели до молодого поколения, которое, может быть, не до конца осознает ту опасность, которая исходит от железной дороги. Поэтому вот такие мероприятия сейчас и проводятся. В рамках этих мероприятий, кроме того, что мы увидели с вами здесь, проведены сегодня встречи в школах со школьниками, где также были доведены те правила, которые не имеет права нарушать никто, потому что жизнь, она одна. Многотонный состав не может остановиться в два счета. Тормозной путь поезда достигает километра, напомнили юным гостям. Поэтому переходить железнодорожные пути нужно внимательно, не отвлекаясь на музыку в наушниках и разговоры по телефону. А на этом у нас все. Работники Северокавказской магистрали просят всех соблюдать правила личной безопасности. Крепкого вам здоровья и удачных путешествий по железной дороге. Увидимся через две недели.